ну вот как значит вот у меня конвертер до кариловский значит я значит запускаю пико менеджер так запускаю пико менеджер пико менеджер он в принципе вопрос насчитал что компилирует под пико 5 а мы уже уезжаем в xs но это конечно есть хорошо а давай в пико 5 все поняли что здесь ничего такого экстрасложного нету потому это когда был easy tools там было много всякой в возне а часто расстановка галок в нужных местах в общем то поэтому подождите у вас сейчас трясется в голове потом напишите ну вот смотрите вот лишний раз говорит о том что очень плохо иметь узкий монитор просто крайне блин плохо а теперь что мы должны запустить первый впервые пико менеджер да мы даже настроить соединение значит здесь у вас по умолчанию не знаю что но в общем ставьте все на авто и будет вам счастье значит бодрейт авто search девайс там у вас наверно меню стоит какими там ставьте автопилан будет замечательно знаете чтобы загрузить контроллер его и сиди надо выключить то есть разъемчик выдернуть мешает сеть пепелан загружать контроллеры к сожалению она иногда даже срабатывает я могу в сеть включиться и залить там 25 контроллер но скажем так там шансы такие 20 на 80 да это чисто вообще во всех наставлениях написано отключите контроллер от сети пилан подключите к нему этот шнурочек и вот значит search девайс поставьте автопилан не думайте об этом нет если вы хотите попробовать через сеть тогда вам лучше здесь меню поставить да вот меню и конкретный номер устройств но и это срабатывает но не всегда и это не гарантируется стать да нету конечно вот этот вот девайс паспорт на здесь у меня даже бит какой-то ну вот да ни на что он не влияет понимаете как вот сюда вы вбиваете тот пароль который вы назначили с помощью одной специальной системной перемены я вам специально про ничего не сказал чтобы не назначали пароли а потом не приходили не говори что контроллер не загружается это не гарантия и в этого нет заднего хода поэтому если вы случайно загрузили контроллер одним макроблоком каким-нибудь там или атомом да и и и еще единственное действие которое было сделано еще в этом проекте так было присвоен пароль вы потом утеряли этот проект и и забыли пароль то в общем вы можете пригласить глазами контроллер на стену любоваться ему нельзя будет просто подключиться тупо за ваши деньги в италии я же вам говорю ему нельзя будет подключиться это пароль не на копирование а на принципе подключения по протоколу winload но если у вас в контроллере нет не назначен пароль в программе на которым вы сейчас подключать и данное силу уже не запаролены вот это вот поле безразлично что здесь абсолютно вообще есть тут пароль нет тут пароля вообще по барабану если там паролей значит здесь должен быть вбит правильный пароль ну там пароль я надеюсь ну вот дальше вот этот порт на номер порта он у вас по умолчанию там будет пустой и вот здесь вот ручками нельзя его изменить этот номер порта поэтому вы должны запустить такой wizard но это работает только с авто данными чипсетами то есть чужими с какими асипедасов скими раз сразу могу приду приду придите это не работает ну вот дальше запускаете этот визор как я запустил визор я вот смотрите выбираю здесь wizard вот у меня запускает такой мастер сериал порт сочи press next to continue вот близ коннект если был бы прикончен он писал бы приз дисконнект а потом снова приз ганы коннект он ведь он нашел на седьмом партия замечательно and все конверта прикончился так теперь значит я включаю дальше нажимаем кнопку вот эту вот сочи тут возможен вариант что у нас сейчас ничего ни к чему не приконнектится почему если этот контроллер уже был интелли прошу не задаваться сети пилан хоть раз у него там живет протокол пила настроена сетка и так далее и он уже вот у нас сейчас запустился то дальше когда вот уже нормальный запуск произошел на стороне пила на приоритет и мы его своим белым ладом не достучимся до него но в данном случае это не так на существо не так сеть пилан не назначена но если бы она была назначена тогда было сделать следующим образом сначала нажать эту кнопку потом подать питание на контроллер ну то есть и выключить и снова включить вот у венлоуда у него первые там несколько секунд после запуска есть приоритет перед пила нам если мы за эти несколько секунд не успели до него достучаться значит пилан интеллизировался и дальше все и дальше снова значит только включил включил так ну вот значит знаете у нас все хорошо прихонятил свете внизу замигал онлайн все отключались дисплей то как раз он как правило не мешает но вообще написано как отключите контроллер от сети пила значит смотрите что мы должны сюда загрузить вообще как бы нам на нормальных мониторах здесь все это полностью видно если мы хотим загрузить bios для начала у нас должен быть сам файл с решением а с как правило если мы хотим загружать бил значит важно поставить галку найти на компьютере с помощью этой кнопки там где у нас там эти bios и до видите как так дата вот у меня есть и бился слава богу вот но мы не будем часто ставим галку значит и находим где этот bios если не хочет грузить не хотим грузить bios значит галку не ставим просто дальше что загружает что и загружается еще где смотри дебилус где смотри дебилу а нога ну действует очевидно это прочитывать когда 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 приконетились здесь информация вычитана из контроля там очень все есть так теперь файлы которые мы собираемся загружать mask на файл а юпи как минимум один обязательно должен быть загружен то есть понятно есть у вас только один язык у вас только один файл и будет да если у вас языков несколько вы можете загрузить сразу несколько файлов а юпи но тогда у вас должна быть программе реализованы переключения между этими языками бывают такие программы как вот кто сталкивался с пиратом холодильщики только если для пера к тоже есть обновление на в принципе через подобную программу загружается там несколько файлов а юпи но в пера ки такой навороченный софт внутри что у него влезать не больше двух языков по моему поэтому вы там должны выбрать не больше двух языков но обычно программки небольшие можно штук 8 туда влить другое дело зачем нам это все в россии непонятно мы по-русски так плохо разговариваем временами так дальше этот файл обязательно для загрузки хотя бы один короче где такая дальше значит файл кстати тут одна интересная вещь я с вашей жизни отключусь и я по всей видимости забыл скомпилировать проекты потому что у меня не видно здесь сетевых файлов сейчас я откачусь назад нажму кнопку compile инструкция есть знаете где подробная вот прямо вот вы скачиваете стандартную программу нашу и там подробная инструкция с картинками как загрузить контроллер поэтому честно говоря ну в общем освободитесь есть пила называется да от всего остального кроме этого так скомпилировать так идем дальше так заходим менеджер так вот значит вот теперь видите активно выбор контроллеров здесь 1 2 они здесь значит пила на один контроллер один так все нормально так значит это все равно остается по-прежнему актив файл необходим для загрузки дальше если у нас приложение пила на ска то здесь будет файл с расширением бин путь откуда это все берется он здесь указываем прямо так кому интересно вот на путь откуда это все берется все файлики продукты компиляции они там лежат вот значит значит так если бы не было сети пила тот файл был имел решение блб но так как сеть пилан есть то в него дописали таблицу переменных пилан кстати даже если у нас не было обмена переменами а была панелька пустая таблица пиланса он допишется и паре файл сама ставим бин если даже мы только панельку приконфигурируем так файл был x это частный случай в основном к корилловский софт стандартный и им оперируют это это юзер атомы если если есть ваши пользовательские атомы написано на языке си там или как в проекте значит тут появляется файл еще и был x есть он и есть то он обязан обязательным для загрузки но там хелпи она где-то написано да но я не думаю что мы вам это понадобится ну вот значит если у вас есть был и значит его тоже надо загружать но файл был из очень критичен к версии bios а поэтому помните когда я компилирую 1 меня спрашивали какой версии bios и копировать будем вот это это ради юзер атом только делается все всему остальному в общем примера по барабану а вот поиски атомы они в разных версиях bios а там в общем компилятор по-разному немножко их компилируют поэтому если мод компилирует для 50 bios и для bios of 5 и старше ну 5 5 версии значит должны в контроль загрузить 5 bios и значит загрузить него этот файл был x если мы скопилировали для 6 из там то значит 6 бился для 6 20 на 6 20 то есть там все конкретно но я могу сказать пока не заморачивайтесь на bx пока лучше делайте вот из того что есть так вот эти два файла как минимум два они обязательны для загрузки то есть как минимум один файл должен быть загружена из этого окна и все что есть из этого окна единство что некоторые иногда суют bios зачем-то в эту папку и он тоже здесь появляется но bios сюда не надо ставить на нем галку потому что bios вам отсюда не должен загружаться добился есть специальное поле вот он дальше дэв здесь этот файл параметров по умолчанию вы вправе и загружать его или не загружать из не загрузите вас будет параметр по умолчанию нули если если загрузится значит будут какие-то предустановленные параметры кроме того есть еще download мы можем выгрузить из контроллера судьба вот настроенный параметр виде сохранить файла дэв а потом на этой вкладке снова загрузить эти параметры только вот здесь вот мы можем это стандартный тот который в приложении а здесь вот мы ищем те которые мы где-то сохранили вытащены из контроллер только я вам настоятельно рекомендую не не из других контроллеров из других приложений не надо загрузить дэв в принципе ничего страшного не изменится но не удивляйтесь что у вас булева переменная будет иметь значение 197 не удивляйтесь в случае так значит загружаем это тоже так конечимся загружаем это тоже так здесь есть еще кое-чего но мы для этого ничего не создали это вот здесь можно заставить вот через здесь вот есть встроенный редактор лог эдитар в пика менеджер и сможешь контроллеры ввести там еще кое-какие логи заставить в хелке все подробно изложено и в общем доступно можете попробовать мало кто этим пользуется ну там не очень удобно по этим логом навигация но тем не менее можете это сделать все значит мы поставили галки во всех нужных местах и мы теперь жмем кнопку я все еще а вот она вот понимаете во всем белом свете download мы идем своим путем нас upload стрелочки вы меня наверно показывает если можно слева панельки не было было бы очень непонятно тоже upload они них там не итальянцев в этом в руководстве там лишь но вот такое такая вещь документация у них меньше чем у нас ну там вообще мутно на самом деле все и там же ничего не не насчет хуже или лучше мы не будем так как бы скажем так утверждать но могу сказать что методом тыка только скандать с кондачка там так не получается почему-то я как-то один раз какую-то где-то штуку скачал их не попробую что-то сделать в общем полчаса времени я посиделся не сказал нафиг ну что газром это сделали некий шлюз на дырках и но это было длинность ну вот все теперь вот она написано что он комплита да и что он час будет рестартер там собственно все хорошо теперь если я хочу загрузить второй контроллер второй контроллер второй контроллер а у меня здесь всего у меня же здесь у меня всего один контроллер тут на второй такой же такую же программу вливаю и все но мы не будем этого сделать нет а у меня у нас нет контроллер но у нас есть все да ну сейчас он закроется вы увидите что правда мы видим минус 99 ну да в температурах а вы говорили что можно вывести на экран данные конечно допустим конечно вспомним конечно успеваем все нормально зачем нужно сейчас заведется ну вот не прошу правильный вопрос но активные данные которые сейчас контроль он онлайн онлайн симулятор даже не симулятор но вот как раз мониторинг такой в принципе настройка ну ладно давайте приконнектимся значит здесь есть такой инструмент вот приказать комишен просто здесь такой монитор что честно говоря комишен это уже перебор да я здесь могу смотреть все переменные которые там есть в этом контроллер настраивать у вас configuration все переменные которые в т-памяти то есть те которые числятся параметрами я могу настраивать непосредственно вот вот она моя уставка я сейчас могу ее вызвать на редактирование сделать ее на пример 20 посмотрите поменяется 21 раз было 22 окей и теперь я должен ее отправить в контроллер райт очень помогла нас 21 дисплей вот теперь собственно и теперь могу смотреть вообще все перемены сначала я выхожу в вкладочку all параметры all variables здесь эти перемены из моего файла 20 в который генерит в антул я соответственно эти файлы помечаю как я буду их мониторить просто в табличном виде или я буду мониторить их допустим в виде графическом ну вот давайте в графическом виде ну вот в общем что штуки 3 я помечу себе ну вот они вот дескрипторы мои которые назначил они берутся из программы не из контроля теперь я значит их отметил теперь захожу в вкладочку мониторинг нет увидите вам ладно иметь на 20 файл 20 ф и 20 д нет он находится внутри компьютера вам главное иметь эти эти файлы то есть вам главное указать вот здесь в пик сейчас скажу где он settings здесь указать путь к этим файлам пусть вам весь исходник вам не нужен вам нужно 22 cf и 20d файл все во цеху прямо здесь обряд 20d он должен там почему вам файлы нужны значит все значит не увидеть так зашли в мониторинг зашли в мониторинг вот вы мы отметили эти три примены но и в принципе хоть все отметить на но мы отметили только три нажимаем кнопку play и вот он читает наши эти переменные прямо из контроллеров почему ratem 969 и и 9 для меня загадка а не загадка у нас там через за скале раздела ну вот собственно вот я их мониторить могу либо в табличном виде в таком вид либо перемены которые отметил что в графическом виде вот я могу графическом виде мониторить здесь понятно что мало времени еще но здесь автос и они у нас неподвижны здесь авто скейл но они где-то здесь рисуются какой-то линий но они если они будут меняться они будут вот здесь вот как бы рисоваться 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 там и так далее они где-то уперлись либо там либо там где-то ну где-то там какая-то а в ссоре я их не показал вот но они здесь по-любому где-то в виде прямой линии а вот они рисуются вот минус температура на б-1 минус 999 там где-то они рисуются бах в 1 она там это цешная но видите сразу прыгнула видите все хорошо ну вот собственно да здесь естественно можно настроить логирование этих переменных до знаете девайс вот эти configuration вы здесь можете назначить параметры всех всем перемена которых ты памяти дальше я так понимаю что файл вы можете сохранить как settings как дев прямо отсюда не из контроллера выключить а прямо здесь сохранить когда а вам загрузить его в другой даже контролем но с этой же программы но в другой контроле он уже будет сразу настроен как этот ну в общем все как-то так еще маленький комментарий насчет 27 идея какая что 27 файл потом в дальнейшем может использоваться будет для интеграции контроллера в системе специализации построены план критер соответственно подойти дискрипшена этого то что их имеет смысл заполнять сразу же уже хотят